Всем привет-привет! Всем прекрасной среды, хорошего настроения, побольше энергии, улыбок, радости, хороших новостей, приятных новостей. Сегодня мы с вами посмотрим расклад на три позиции на тему, какие перемены произошли в вашей личности. Я вот думала, может быть, обозначить за какой-то период времени, а потом думаю, да, не надо, потому что, ну, как правило, знаете, люди не меняются, очень сложно полностью кардинально себя изменить. Если есть какие-то перемены, то это незначительные, и то при условии того, что человек осознанно работал над собой, да, либо могут быть какие-то внешние силы, внешние вмешательства, да, ситуации, которые вынуждают человека измениться. Во всех остальных случаях, как правило, люди не меняются, и вы это можете посмотреть вокруг себя. То есть, если меняется, то какая-то незначительная часть, да, то есть, может быть, как это сказать, какие-нибудь повадки могут измениться, да, либо какие-то мысли. Но, опять же таки, для того, чтобы произошло изменение в жизни человека, должно что-то случиться. То есть, либо это какая-то серьезная ситуация, которая повлияет на, допустим, на мировоззрение человека, и после этого, опять же таки, он по собственной воле меняется. Либо осознанно человек что-то прорабатывает, что-то узнает, что тоже имеет свой отпечаток, и как следствие меняется человек. Но в общих чертах, в принципе, да, не так явно, наверное, люди меняются, если это не осознанная работа. Вот, но, опять же таки, у вас может быть свое мнение, я высказываю свою точку зрения, исходя из наблюдений. И такое бывает очень часто, особенно если люди приходят ко мне на протяжении, там, я не знаю, двух-трех лет, да, периодически. И я вижу, что, опять же таки, надо обозначить, наверное, что такое перемены. То есть, я вижу, когда человек меняется, его энергетика меняется, он становится другим. То есть, ты понимаешь, что в нем проявлены какие-то другие стихии, не те, которые свойственны ему. Либо те, которые есть, принесли немножко какие-нибудь субэнергии. Да, то есть, есть чистая энергия, есть субэнергия. То есть, ну, это ощущается. Я не могу вам это объяснить, но в общих чертах, да, сказать, что человек меняется, сложно. Опять же таки, да, что мы называем переменами? Перемены – это то, что заметно. Например, там, человек весил, например, 65 килограмм, да, а стал весить, например, 80. Ну, большая разница, и это визуально видно. А если человек весил 65 килограмм и стал весить, там, 63 килограмма, то это не совсем заметно. Он даже сам может этого и не замечать, да, допустим, вес, там, зависимости того, насколько человек сухой, что он поел и так далее. Если у него отечность, это может быть и незаметно. Но перемены есть, но они такие незначительные. Вот я хочу сегодняшним раскладом посмотреть вот какие-то достаточно значительные перемены в личности. Вот так, наверное, уточню, просто мне важно всегда обозначивать общее понимание, потому что, безусловно, вы все равно услышите что-то свое в повествовании, но общий какой-то знаменатель, общий какой-то направление, общий вектор, он должен быть, да, чтобы люди, ну, как минимум, разговаривали на одном языке, языке понимания, я имею в виду. Вот, ну, в общем, вот такой расклад мне захотелось сделать, давайте посмотрим, да, сразу приступаем, убираем. Позиция номер один, голубенький камешек, видно, видно. Так, единички, смотрим вас. Что изменилось, какие перемены? Ничего не изменилось в вашей жизни. Опять же-таки в контексте предисловия, да, то, что я сказала, явные, заметные какие-то энергетические перемены. Почему? Потому что четверка жезла, все четверки, они, в принципе, обозначают у нас такую стабильную геометрическую фигуру. Вот, в принципе, ну, вот если посмотреть в общих чертах, да, то та основа, которая у вас присутствовала в вашем мировоззрении, в вашем поведении, в вашем поведении, она и осталась. То есть в основе своей вы не изменились. Единственное, что я могу сказать, что что-то, может быть, здесь изменилось, это вы стали как-то, ну, может быть, более позитивнее. Если есть какие-то перемены, то только вот в этом направлении, да, что вы стали замечать больше каких-то хороших моментов, да, либо осознали для себя важность расслабления и переключения. То есть вы как будто бы в большей степени стараетесь переключаться на что-то позитивное, на что-то хорошее, на что-то приятное стараетесь. По крайней мере, у вас есть понимание, да, в контексте важности и необходимости отдыха. Потому что четверка жезлов, она нас оказывает на праздник, на веселье, на отдых, когда мы ходим в гости к другим людям, да, когда мы общаемся и обмениваемся им такой позитивной, радостной информацией, да. То есть, по сути, это урожай, это праздник в честь собранного первого урожая. Вот, и здесь люди отдыхают. Поэтому, возможно, в вашем понимании, опять же, таки, да, я не могу сто процентов сказать, все-таки, когда много людей смотрят, здесь изменения идут вот именно вот в эту сторону, в позитивную. Что еще изменилось? Что еще изменилось? Здесь изменилось, изменилось. Если вы действительно работаете, вот так скажу, над собой, то ваше взаимодействие с бессознательным. То есть, возможно, здесь либо появилась какая-то связь, либо вы как-то в большей степени работаете в этом направлении. То есть, понимание своих снов, может быть, там, астральные путешествия, может быть, моменты проработки гипноза, гипноза, самовнушения. То есть, здесь изменилось то, что вы стали чуточку лучше понимать свое бессознательное. Либо у вас появилась какая-то связь с вашим бессознательным, либо вы больше времени уделяете этому. Это если мы говорим о практической стороне. В общем, что может измениться по аркану луны? Я могу сказать, опять же таки, что ничего особенного. Хотя, если опять-таки вы работаете, то здесь по этому аркану может измениться, изменились ваши страхи. Скорее всего, даже не сами страхи, а ваше отношение, может быть, изменилось каким-то страхом. То есть, кто-то здесь для себя понял, что, может быть, какие-то страхи иррациональные, и их можно изменить. То есть, что-то сделал с теневой стороной своей психики и личности. То есть, здесь у меня как-то идет дуальность. То есть, одна категория людей, они как-то с этим работают, с теневыми аспектами, со страхами, с тревогами. Может быть, у кого-то там панические атаки, и это прорабатывалось. То есть, что-то вы делали в этом направлении. А другая категория, наоборот. Если ничего не практиковали, то, наоборот, как будто бы стало все запутано. А наоборот, появилось такое ощущение непонимания, как будто погрязли в своих каких-то эмоциях, низковибрационных. Но я не могу сказать, что это вот прям вы постоянно боитесь. Я бы сказала, что здесь такое ощущение, что я как ежик в тумане. Я вообще не понимаю, что со мной происходит. Вот здесь чувство, как коморочка, что ли, какая-то. Я не говорю, что на вас это есть, а именно вот это вот состояние замутненного, либо помутненного какого-то рассудка. То есть, в прямом смысле, да, возможно, вы славливаете себя на мысли, что что-то делаете как-то либо на автомате, либо вы не понимаете, зачем вы это делаете. То есть, может быть так, встали куда-то пошли, остановились на полпути и задаете вопросом, а куда я вообще шел. Это не провал в памяти, а это вот именно вот это вот ощущение того, что есть некий автоматизм, и я не отдаю себе отчет. То есть, нет вот этой вот осознанности и понимания, что со мной происходит. Потом как-то вот останавливаетесь. А, ну да, я вот туда пошел, да, либо вот это вот хотела сделать, либо вот позвонить кому-то. То есть, здесь, причем, нет вот какого-то, какой-то целеустремленности, да, почему? Потому что здесь нету ясности. И вот у меня ощущение того, что это вот последнее время где-то, ну, как минимум три месяца точно. Вот есть у вас такое ощущение, что либо я перестала себя понимать, либо я перестала понимать мир, либо вообще мне ничего не понятно, ничего не известно. Но это не в контексте влияния внешних обстоятельств, да. То есть, здесь какие-то внутренние ваши моменты происходят. То есть, здесь нет такого, что вы подвергаетесь панике, панике, либо внешней пропаганде, того, что происходит в мире, и вот вас как это боитесь. Нет. Здесь вот такое действительно чувство, что, ну, вот присутствует некая потерянность, да. Это вот для этой... Какая-то вот, ну, можно ли сказать, ну, где-то здесь процентов 40-45 людей будут вот с такой энергией. Что еще изменилось? Что еще изменилось? Здесь шестерка кубков. Вот как будто ваше... Ваше прошлое. И здесь ваше прошлое, это не в контексте того, что прошлое изменилось, а в контексте того, что ваше восприятие, либо ваши взгляды на прошлое, они как будто бы изменились. У меня такое ощущение, что это, опять же-таки, если вы делаете какие-то практики, то здесь практика, допустим, пересмотр своего прошлого, либо пересматриваете свои какие-то воспоминания. Такое чувство, что вот прям вот точечно, допустим, вы помнили свой детский дом, родительский дом, да, например, вот какими-то определенными, не знаю, вид был, цвет, да, там стены были такие, либо там занавески были какие-то, а потом вдруг неожиданно узнаете, что на самом деле все было немножечко иначе, и вы как-то вот такое ощущение, что вы как-то по-другому смотрите. Либо какие-то воспоминания в вашей голове почему-то остались отпечатком именно так, а вот, например, в беседе там со своими родственниками, да, либо с родителями, поднимая эту тему, вы замечаете, что оказывается не все так было, как вы помните. То есть вот здесь какое-то отношение к прошлому, оно немножко изменилось. Либо наоборот, держали, допустим, обиды на кого-то, да, долгое время, там, туда в детство, туда в прошлое, в юность, это вот не сейчас. А потом как будто вы встречаетесь с этим человеком, и вы понимаете, что уже этого нету, что вот это вот детское что-то, оно ушло. либо здесь может быть так, что изменилась какая-то черта вашего характера, связанная с наивностью, с доверчивостью и с наивностью. То есть вы, возможно, уже не настолько доверчивы, открыты, наивны. Может быть, это касается какого-то одного конкретного человека, может быть, это какой-то конкретной ситуации, то есть это не обязательно полностью, ну, ваша черта изменилась, а вот что-то, что-то вот в этом направлении. Так, ну, еще смотрим, да, что еще изменилось. Да мир ваш изменился. Вот я говорю здесь, если мы говорим, что изменилось, вот я в самом начале сказала, что здесь при четверке жезлов ничего не изменилось. Не изменилось имеется в виду в контексте вот внешних каких-то обстоятельств, да, вашего устоя жизни, ритм жизни, то, что вы делали. Но то, что изменилось, изменилось на уровне вашего, как будто бы бессознательного, либо вот ваше отношение к чему-то изменилось. То есть сама жизнь как такова нет. Допустим, вот если вы где-то работали, вы продолжаете работать. Если вы были в браке, вы продолжаете быть в браке, да, а там вам нравился борщ, к примеру, он вам и нравится. Но восприятие мира вот в каких-то моментах, да, оно действительно изменилось. Причем у многих изменилось, вот это, особенно если вы работали с этим, вот прям очень сильно. Что я имею в виду, очень сильно здесь изменилось восприятие мира, вы как будто бы стали... Мне здесь столько разных энергий показывает, и мне как-то сложно уловить одно общее направление. Поэтому я буду говорить, вот то, что показывает, вы однозначно услышите что-то свое. То есть здесь у кого-то изменилось вот именно то, что я сказала, если вы работали со своим бессознательным, восприятие мира, и вы мир уже видите как-то по-другому. Я не могу вам объяснить, что значит по-другому, но это, как это сказать... Допустим, вот раньше для вас мир, он был так, как его воспринимают большинство людей, да, то есть дом, работа, еда. А сейчас как будто бы вы уже воспринимаете мир как одно такое, я не знаю, живое существо, которое вот как будто бы с вами все время разговаривает через какие-то знаки, через какие-то символы. И вот у вас такое ощущение, что, допустим, на этой планете есть только вы, и вот этот вот живой организм, да, и вот вы с ним как-то взаимодействуете. То есть вот что-то такое здесь в таком понимании. То есть, допустим, если раньше вы смотрели, на улице шли и смотрели, и видели, ну так как видит обычно человек, там деревья, улицу, то в последнее время, возможно, у вас возникает что-то такое, что вот как будто бы воздух, он дышит, он как-то живой. Это вот, не знаю, как у дыма, да, есть вот этот серый цвет, да, и вы его замечаете. Вот такое ощущение, что вот, допустим, пространство, оно как-то колышется, либо как-то, опять же, может быть, улавливаете какие-то вибрации, либо что-то там мерцает, что-то блестит. То есть вот восприятие, чисто визуальное восприятие мира, оно у вас изменилось. И здесь это связано с тем, что как раз-таки вот преграда, которая есть между плотным планом и тонким планом, она утончилась. И вы как будто бы можете воспринимать немножко по-другому мир, да, то есть, не знаю, то ли вам дозволен, то ли вам показали, что есть что-то большее, нежели физического мира, то, что вы видели раньше. Для кого-то это может касаться как чудеса, но для вас это вот стало каким-то открытием. Это связано с тем, что ваше сознание, оно расширяется, и оно впускает все больше информации, которая ранее не была в вашем понимании. То есть это может быть, опять же таки, вы получаете какие-то знания, которые раньше, например, не входили. Ну, то есть вы их либо не замечали, либо вы не знали. Допустим, там, я не знаю, было, оказывается, какое-то там направление физики, о котором вы, ну, может быть, раньше слышали, например, да, там квантовая физика, но что это такое, вас это не интересовало. А тут вдруг как-то вот потянуло вас в это направление, вы стали это изучать, и, исходя из этого, вы стали смотреть на мир уже по-другому. Упало мое благовоние здесь. То есть исходя из каких-то новых знаний. Здесь завеса между физическим планом и тонким планом, она приоткрылась, либо стала более тонкой, тонкой ваша восприимчивость и чувствительность мира, подвинулась сюда, она стала другой. Еще что здесь. Здесь у вас появилась такая черта, раньше ее не было, что вы стали как-то преодолевать себя. То есть раньше, возможно, вы как-то сдавались быстрее, а сейчас вы как-то стали больше настойчивее, что ли. То есть если у вас есть какая-то цель, вы встречались на этом пути с какими-то преградами, то, возможно, раньше вы как-то отступали. Сейчас у вас появилась вот эта настойчивость. Вы говорите, нет, мне это надо, я это буду делать. Возможно, раньше у вас было такое, что, например, что-то хотите сделать, столкнулись с какими-то трудностями, и вы себе это интерпретировали, как, ну, вселенная, значит, закрывает дверь, и я не буду стучаться. А сейчас вы как будто себе интерпретируете уже по-другому. Говорите, что, окей, закрыты двери, я, значит, еще раз постучусь. Возможно, меня не услышали. Не услышали, я буду ломиться в эту дверь, потому что мне это надо. А если мне это надо, я это получу. То есть здесь вот какая-то такая настойчивость стала появляться. Также здесь, опять-таки, через преодоление страхов появляется желание сделать первый шаг. То есть, возможно, раньше вы как-то сомневались, либо боялись. Сейчас вы уже как-то... Ну, у меня такое ощущение, что вы как-то психологически созрели, да, то есть вы уже как-то готовы к чему-то. Здесь, опять же-таки, если вы работали со своими теневыми аспектами, но это, опять же, знаете, это не значит, что я специально сижу и думаю, чего я тут боюсь, и давай-ка я это проработаю. Нет. Это в контексте изучения себя и наблюдения за собой, понимания себя. Вы стали замечать, что вот оказывается, когда у меня, например, появляется такая идея, у меня появляются сомнения, появляются страхи, и как следствие я действую так. Мне это не нравится, значит, я это буду менять, и вы стараетесь что-то сделать. То есть вот именно в таком контексте. Здесь вы стали более уверенными. Возможно, здесь кто-то проработал свои там жертвенные какие-то моменты, да, то есть изменил вот в этом направлении свои взгляды. Опять же-таки, подытожу, скажу, на первый взгляд, здесь как будто бы, ну вот вы как были, так и остались. Если человек эмпатичен, он сможет считать, что вы, изменилась ваша энергетика, изменилась ваша структура, она стала, не то чтобы вот ваша аура изменилась, она, вот, ваша энергия, она стала более плотной, она стала более сконцентрированной, да, то есть это, ну она как-то осязаемая стала. Возможно, раньше она была более как растворимая, что ли, вот как разбрызгивалась, а сейчас она сфокусирована, и вы это чувствуете внутри себя, как то, что у вас появился внутренний стержень, он был, но он окреп, он стал сильнее, вы стали более уверенными в себе, настойчивыми, да, то есть вы можете отстаивать свою точку зрения, что раньше, возможно, вы были более мягкие и отказывались, то есть вот здесь такое. Для чего произошли эти ваши все изменения? Для чего? Ну, я бы сказала так, что это было ваше желание, это было ваше желание, потому что вас достали уже какие-то моменты кризисные, да, трудности, сложности, то есть с одной стороны это было ваше желание, а с другой стороны, то, что я сказала, да, для кого-то здесь внешние факторы стали вмешиваться, ситуации, которые заставили вас либо повзрослеть, либо начать действовать по-другому, то есть, возможно, ну, вам уже надоело, что вами пользуются, что вас обесценивают, вы себе решили, что нет, я должна сделать уже что-то по-другому, вот такой вот формат меня не устраивает, да, то есть я больше не хочу, чтобы мной играли, я тоже человек, я хочу, чтобы со мной считались, значит, что-то я должна сделать по-другому, и вот вы стали разматывать этот клубок и пришли к таким умозаключениям и исходя из этого изменились. Также для чего вы это сделали? Вот то, что я сказала, да, про завесу, вот она, Верховная Жрица с ее завесой потусторонней, потустороннего мира, тонкого плана. Для чего? Я скажу так, вы не всегда, ну, либо здесь нету ответа на вопрос для чего, либо здесь то есть кто-то не совсем понимает, для чего произошли эти перемены в вашей жизни, а для кого-то, кто действительно работал, он понимает, что для баланса, для такой, знаете, не знаю, как для развития, что ли, вот мне необходимы были эти изменения, либо для эволюции моей души, вот мне это было необходимо, то есть для кого-то здесь есть понимание, что это нужно именно для моего совершенствования или внутренне, и для этого совершенствования нужно быть в балансе, и человек, понимая это, начинает что-то делать, да, менять, а для кого-то здесь категория людей, которые не совсем понимают, для чего это произошло. Скорее всего, это так, это категория людей, у которых изменения шли извне, не изнутри, а извне, то есть какие-то ситуации заставили. И здесь человек как будто бы ощущает, что он стал немножко жестче, да, тверже как-то, и вам это не совсем нравится, то есть вам нравится, нравитесь вы больше такой, какая вы были ранее, более мягкая, более принимающая, да, потому что вам кажется, что вы наоборот ушли как-то в негативную сторону, да, то есть как-то стали как орешек, скорлупа, орешка, да, такая твердая, и, ну, обросли как-то панцирем, и вам это не совсем нравится. Что остается неизменным? Ваше наслаждение, удовольствие жизнью, получать удовольствие от жизни для себя, а получение удовольствия от уединения, от того, когда вы как-то, знаете, вот вам как хорошо было одной, одному, так оно и остается, то есть вопросы наслаждения и удовольствия, они не изменчивы для вас, то есть если вам нравилось как-то расслабляться, да, либо наслаждаться созерцанием чего-то, да, отдыхом каким-то, вот все, что связано с, хочется сказать, с кайфажерством, да, это не, осталось неизменным, ну вот, наслаждение, ваша эмоциональность, она никуда не ушла, она как была, так она и осталась по десятке кубков, да, и какие-то, ваше восприятие, я бы так сказала, касательно семьи, оно тоже не изменилось, причем семьи не в контексте семейного эгрегора, то есть структуры, а в контексте именно восприятия эмоционального, ну, то есть, проще говоря, ваши эмоции, они, как были, они так и остаются неизменными в контексте восприятия мира, вот вы как в каких-то моментах, да, не знали, что выбрать, это так и остается, то есть перед вами горизонты как были открытыми, так и остаются, так же неизменным остается, вот видите, четверка кубков, когда вы говорите, мне и так хорошо, вот она, вот эта вот четверка жезла, да, она так и есть, только если раньше это была четверка кубков, оставьте меня в покое, я не беру никакой шанс, мне никто не нужен, мне и так все устраивает, то есть меня удовлетворяет мое эмоциональное состояние, то сейчас оно ушло от кубковости и перешло больше в жезловости. То есть да, мне нравится, но мне хочется как-то разделить свое состояние уже с другим человеком. Не в контексте радости и очень ярких эмоций, прыгать, скакать, а возможно вы уже получаете больше удовольствия от коммуникации, общения с другими людьми при условии, если они похожи на вас, ваши единомышленники, да, либо вот общие какие-то у вас есть ценности и взгляды на жизнь, и вы обмениваетесь этой информацией. То есть могу сказать, что вы немножечко впустили людей в свою жизнь, это есть, но это не значит, что это вот прям очень активно, да. У этого тоже есть свой какой-то ритм, допустим, если к вам приходят в гости, в этом тоже есть постоянство, например, они приходят там каждое воскресенье, все, либо каждое второе воскресенье мы куда-то идем, либо мы идем в гости, да. То есть вот взаимодействие с людьми, оно вот именно, я не имею в виду профессиональной сферы, я имею в виду там близкие, родственники, ну вот все, что ваш ближний круг, да, это тоже по расписанию. Только раньше у вас было расписание, я сама собой, и мне никто не нужен, оставьте меня, я помедитирую, расслаблюсь, то сейчас уже вот в этот круг уже можно впускать несколько людей, но отобранных вами и с теми, с кем вам комфортно и, ну, понятно. Так, это первая позиция, как всегда, первой позиции много говорю. Позиция номер один, мы так, красный, позиция номер два, двоечки смотрим, что у вас изменилось, что у вас изменилось. Я бы сказала, ваш коллектив, люди, с которыми вы работаете, люди, с которыми вы взаимодействуете, но это люди, с которыми есть обязательства, это не семейный круг, это больше профессиональная сфера. Сейчас, секундочку. Сгорает мое благовоние и падает на карты. Так, а также, что изменились? Ваши планы какие-то изменились, то есть то, как вы планируете уже свою жизнь. Может быть, раньше была какая-то спотанность, а сейчас вы как минимум записываете на бумажке. Там, допустим, на день не надо сделать вот это, вот это, вот это. То есть какое-то планирование, да, оно здесь есть. Что изменилось? Вы оттачивали, да, какие-то свои грани. Но это вот больше как-то к самореализации, то есть проявлению себя в социальной жизни, либо проявлению себя в профессиональной сфере. Вот в этом направлении, возможно, здесь было повышение квалификации, да, то есть какие-то навыки вы приобрели, там, я не знаю, закончили университет и пошли там, я не знаю, кто у нас там дальше идет, магистратура, извиняюсь, я не разбираюсь в этом. Вот, потом может быть докторская вы кто-то, что-то такое. Ну, то есть как-то вот на повышение. Но здесь незначительный перемен, да, потому что тройка это все-таки первый небольшой результат, да, не совсем большой, но очень важный. Вот для вас это важный ход был, да, тем более, что это пендакливость, это не кубковость свойственная вам. Вот, и вообще в последнее время я замечаю, что те люди, которые выбирают вторую позицию, если раньше они были слишком эмоциональны, сейчас вот прям идет очень сильное заземление их проявления именно в материальном мире. И могу сказать, что если на первых порах вам было дискомфортно, то сейчас вам уже это даже приносит в некоторой степени удовольствие. Например, зарабатывание денег, да, либо какие-то покупки для себя, то есть что-то такое, что можно пощупать, что-то, что можно посчитать, что-то, что можно потрогать. То есть если раньше вы как-то все виртуально делали, да, то сейчас вот эти вот моменты, они вам уже, ну, приносят больше удовольствия, больше наслаждения. Вы как будто бы, знаете как, акклиматизировались, да, адаптировались под новые реалии. И это тоже является вашим изменением. Что еще изменилось? Башня, ну, здесь было очищение, здесь было разрушение. Вашего, ваших взглядов, да, то есть здесь какие-то убеждения, они изменились. Вам пришлось как-то на какой-то период времени уединиться, великие арканы пошли, да, уединиться для того, чтобы что-то пересмотреть. Вот, и вот, скорее всего, вот этот вот процесс, вот этих трех арканов, да, он и привел вот к этой тройке пендакли. То есть как будто бы историю здесь показали. Что изменилось? Изменилось, во-первых, ваше отношение к семье, да, то есть здесь если были какие-то ссоры, конфликты, разрушения во взаимоотношениях с близкими людьми, то вы как будто бы, ну, не знаю, увидели истину, что ли, ваших отношений, что где-то, возможно, вами пользуются, да, либо с вами общаются ради каких-то благ. То есть вот здесь человек в близком кругу, он увидел эти изменения. Причем это вот именно как будто бы от семьи, это не друзья и не дальние родственники. Это вот какой-то вот прям близкий-близкий круг родственников. Вы это заметили? Вам это не понравилось? Здесь вскрылась какая-то правда, да, вскрылась какая-то истина, и она была, с одной стороны, разрушающей в вашем восприятии. Почему? Потому что вот как будто бы разрушилось то, во что вы верили. Допустим, то, что человек это меня никогда не предаст, да, либо вернее его нету, либо меня никогда не подставят, либо там мои секреты не расскажут. А это случилось. И вот этот процесс, он как будто бы заставил вас уединиться на какой-то период времени, проанализировать, что и как, и вот что-то внутри вас изменилось. И вы как будто бы здесь, хочется сказать, что открыли глаза, да, то есть здесь какие-то иллюзии спали, открыли глаза, но так должно было быть, да, то есть эти изменения внешние, они должны были быть. Они жесткие достаточно, да, разрушительные. Почему? Потому что тот момент, когда они проходили в вашей жизни, случались, вам казалось, что земля уходит из-под ног, что все рушится, и как теперь жить, да, я не совсем понимаю, то есть на кого теперь опереться, то есть как-то ваше мировоззрение, оно так рухнуло, но потом в какой-то момент вы окрепли, нашли в себе силы и сказали, что окей, давай я буду восстанавливаться. Только есть люди, понимаете, сильные духом, которые говорят, окей, меня это закаляет, а вам это было очень больно, вам это было... Здесь такое чувство, что вы себе задавали вопрос, как раз таки, а почему это со мной, да, то есть вот я в принципе... Здесь не вопрос того, что я хороший, а ко мне плохо со мной обошлись, а вопрос в том, что то, что здесь произошло, то, что человек хотел от вас получить, либо ситуация хотела от вас получить, достаточно было бы просто попросить. И вот здесь вот это вот непонимание, да, вы сами себе говорите, что да я бы могла и так отдать, да, то есть просто попросил бы, зачем вот как-то таким, не знаю, жестким путем, либо подлым путем, то есть здесь вот это вот ваше непонимание именно мотивов человека, либо ситуации какой-то конкретной, и это с одной стороны вас ранило, а с другой стороны вы в этой ситуации здесь как-то развернулись, отвернулись либо от человека, либо от ситуации, и пошли своим путем, то есть вот... Причем так интересно, это все произошло вовремя, вовремя в контексте чего? Если бы это произошло раньше обозначенного времени, вы бы не поняли, не осознали урок. А вот так вот все как случилось, да, могу сказать, что даже вы сейчас уже замечаете, что вы должны быть благодарны, потому что из-за этой ситуации человека, либо благодаря этой ситуации человека, вы сделали те шаги, которые должны были быть. Вы их никогда бы раньше не сделали, вот не будь вот этого всего, вы бы их никогда не сделали, но сделав, вот благодаря этой ситуации, вы сделали тот шаг, который нужно было, в свое новое пошли, да, либо там реализовали какие-то свои идеи, то есть знаете как, от боли нашли в себе храбрость, и эту храбрость, и мужество направили на то, что вы хотели, на достижение чего-то. Опять же таки, не то, что вы хотели это ранее, а это как, знаете, как вас кто-то обидел, да, и вот вы на этих эмоциях, вы не можете их никак выразить, никому сказать, и держать в себе не можете. Вы встали и пошли перемыли всю кухню, да, там, посуду, шкафы и все такое, а потом как-то, знаете, когда состояние эмоциональное поутихло, вы смотрите и говорите, блин, кажется, я молодец, да, с одной стороны выплеснуло вот эти вот все ненужные эмоции, в принципе, у меня не было задачи там помыть кухню, но я давно ее хотела, а тут вот такой случай подвернулся, и кухня вроде бы чистая, и эмоции выплеснула, не сдержала в себе, да, и вот что-то такое здесь произошло. Это в большей степени, опять же, я показываю, например, как бытовой жизни, да, но это касается профессиональной. Если что-то и случилось, случилось с вашими родственниками, вот в близком кругу, да, то, что я сказала, но это стало причиной, знаете, как муж с женой ругается, и муж говорит жене, да достала ты меня, блин, денег тебе не хватает, иди на работу, да, то есть хватит уже сидеть в декрете, выходи на работу, и вы такая, знаете, на эмоции, что окей, ладно, я выйду, но деньги буду тратить на себя, и вы пошли, устроились на работу, и зарабатываете, вам хватает, вот, и вы у него уже не просите денег на себя, вы вот прям в достатке еще даже и остались, в профитике, в контексте того, что вы себе сейчас уже разрешаете без пояснения, да, куда я буду тратить деньги, купить все, что вы хотите, то есть вот, если бы не было вот этой вот, допустим, ссоры, конфликта, да, и муж бы вам не высказал, что вот иди на работу, вы бы и не пошли, и у вас бы не было своих денег, вы бы не смогли реализовать то, что вы хотели, но здесь вы как-то на обучение, как опросили деньги, то есть здесь как будто, не знаю, только какой-то курс хотели пройти, но здесь не на обновке, а вот, причем, курс, опять же таки, муж как-то не совсем понял, потому что это какое-то вот такое ощущение, знаете, практичный курс, да, то есть это может быть там обучение на маникюр, либо что-то связанное с косметологией, да, и, ну, ему показалось, что, ну, это как-то вот бессмысленное какое-то занятие, и вообще как на это можно зарабатывать, там, бровки делай, да, там, реснички, еще что-то, ну, то есть какая-то чепуха, да, а это, оказывается, выстрелило, вот здесь какой-то конкретный, конкретный пример, но, опять же таки, вы его можете на себя переносить, то есть не обязательно, что это вот обучение, именно связанное с красотой для вас, да, у вас может быть там что-то другое, но в любом случае ситуация, она такая, для чего, вот для чего вы изменились, для чего были все эти перемены, для того, чтобы вы научились ценить себя, и для того, чтобы повысился ваш финансовый доход, вот то, что я и сказала, чтобы вы научились изменить себя, чтобы вы перестали отдавать полностью без остатка другим людям, перестали растворяться в других людях, чтобы вы начали заботиться о себе, да, чтобы вы начали, во-первых, радоваться жизни уже самостоятельно, здесь такое чувство, что вы как-то растворялись в других людях, и жизнь других людей, она для вас была, ну, какой-то важной, значимой, то есть вы как будто бы служили, да, не прислуживали, а именно служили другим людям, но когда, знаете, отдаете вот именно без баланса полностью всю себя, это начинает душить другого человека, это его на тонком плане как-то раздражает, почему? Потому что он понимает, что он становится вам должником на тонком плане, ему это не нравится, и он вызывает какую-то агрессию, а на физическом плане это получается, я тебе делаю добро, а ты на меня злишься, почему? Потому что нарушен баланс, на тонком плане человек понимает, да, что мне дали больше, я это больше использовать не смогу, вот, и получается, что я тебе должен, а я не хочу быть должником, поэтому так вот, такая негативная реакция, но перемены были для того, чтобы вы начали интересоваться миром, да, что увидели, заметили, что есть что-то большее, помимо того, где вы находитесь сейчас, то, что вы знаете, да, вот начали постепенно проявлять себя, реализовываться именно в профессиональной сфере, вот здесь все про это, да, то есть человек как будто бы, как сказать, жил в каком-то таком замкнутом пространстве, да, в своем понятном ритме и в какой-то своей структуре, а потом ситуация сложилась так, что он вынужден был выйти, ну, так скажем, на работу, да, в социум, во внешний мир, и изначально он был не уверен, но у него было предостаточно опыта и знания, и здесь получилось так, что вы смогли как-то это монетизировать, да, то есть либо работая на себя, либо работая на наемной работе, вот, вы смогли себя проявить, то есть здесь просто, как будто бы ситуация дана была для того, чтобы развернуть вас в нужное, в нужном направлении, это не говорит о том, что все, что вы ранее делали, это было не нужно, просто знаете, цикл такое ощущение, что завершился, и вас плавно повели, развернули в ту сторону, в которую вы должны идти сейчас, то есть один этап закончился, но другой этап начался, что остается неизменным, ага, два аркана вытащила, что остается неизменным, ваша любовь к семье, то есть невзирая на то, что произошло, да, вот в этой ситуации, вы все равно продолжаете любить, вы все равно, я имею ввиду, любить свою семью, любить своих родственников, там, я не знаю, родителей уважать, почитать, то есть это никуда не ушло, то есть допустим, если люди с вами не очень хорошо поступили, это не значит, вы здесь как, кто-то уменьшил общение, вот, кто-то полностью отрезал общение, но в душе своей, да, все равно, допустим, если понадобится какая-то помощь, да, этому человеку, ну, серьезно там, например, со здоровьем, либо еще что-то, ну, критичное, вы обязательно придете на помощь, но это не говорит о том, что вы хотите взаимодействовать с этим человеком, то есть ваша любовь к этим, к этим людям, она не изменится, потому что вы все равно считаете своими родственниками, считаете своим близким людям, если здесь не касалось этого, да, то неизменным остается любовь как ценность, вот, ваше эмоциональное состояние, не ваши эмоции, а вот то, как вы видели мир, то, как вы любите этот мир, возможно, и любите людей, невозможно, так оно и есть, оно остается неизменным, то есть, ваша система ценностей, какая была, она такая и остается, вы все равно открыты сердцем, ну, здесь как будто бы, знаете, люди целители, птички запели, люди все равно целители здесь, и поэтому, ну, это ваша природа, она неизменна, так, что еще остается неизменным, ой, как хорошо, ваше, ваше общение и ваше видение будущего, да, ваш позитивный какой-то настрой, ваша любовь к развитию и к общению, так, и тут два аркана, что остается неизменным, да, ваша природа, в принципе, она осталась неизменной, я говорю, просто здесь какое-то точечное мировоззрение изменилось, скорее всего, просто какие-то убеждения изменились, вы как-то, ну, выросли, что ли, были ребенком, а посмотрели на какие-то моменты по-другому и поняли, что, ну да, ну да, просто я выросла, вот здесь есть такое ощущение, но опять же таки, как-то вот великовозрастный ребенок, да, не совсем полностью могу сказать, но здесь как-то отношение к финансам, оно у вас изменилось, отношение к материи, оно у вас изменилось, конечно, вы получили какой-то новый опыт здесь для себя, вот, и я могу сказать, что вот ваш какой-то финансовый потенциал, он не изменился, это не говорит о том, что у вас нет денег, а это говорит наоборот о том, что если вы пришли к гармонии, да, с собой, то вот этот вот финансовый потенциал, он у вас будет открываться, потому что здесь очень много пендаклей, причем пендаклей больших мастей, да, королева пендаклей, десятка пендаклей, восьмерка, то есть здесь у меня даже, хоть мы и говорим, да, что не изменилось, не изменилось ваше отношение к деньгам, изменилось ваше отношение к материальному миру, то есть то, как вы живете в этом мире, как вы взаимодействуете, как вы оплачиваете, там, не знаю, какие-то услуги, вот вы стали больше заземленный, более такой, знаете, хорошо стоящий на ногах, но у меня такое ощущение, что вот ваши финансы, они сейчас будут расти, либо уже растут, либо будут расти, либо здесь вот перспектива роста финансов есть, да, они вырастут, они вырастут, вы, я помню, в какой-то момент я говорила, что подвозчиком люди, они как, знаете, как невидимки, да, непроявленные, вот здесь вот вы сейчас стали проявленными, вот вы заметны уже, понимаете, вы как-то вот упустили корни в землю, хорошо вот прям стоите на ногах, и это здорово, так, это была вторая позиция, и мы переходим к позиции номер 3, зелененькому камешку, так, троечки, смотрим вас, какие перемены произошли в вашей личности, король пендакли произошел, сейчас, секундочку, я закрою дверь, голоса отвлекают, так, и сразу пение птиц, да, ушло, хорошо, а что изменилось, король пендакли, ну-ка, я уточню, у меня такое чувство, вот вы как-то сидите, да, и не знаете, что делать, здесь сказать, что что-то изменилось, пока я не могу, да, на энергиях есть, но вы как будто бы, знаете, как, я не знаю, такое чувство, что вы как-то разочаровались, что ли, в деньгах, в финансах, да, вообще как будто бы, как человек, который разочаровался в жизни, какие-то такие здесь энергии идут, а может быть, здесь знаете, еще что, вот по третьей позиции всегда проходили люди с огненной такой природой, да, а здесь вот вы как будто бы подустали, подустали, либо человек, который сам себе говорит, что, ну не знаю, как-то вот уже не имеет смысла, не знаю почему, но мне здесь показан человек, который сидит и говорит, вот я, допустим, как, не знаю, всю жизнь что-то делала, допустим, оставить какое-то наследие после себя, да, там, деньги, дом, либо еще что-то, а здесь как будто дети выросли и говорят, да кому нужен твой дом, да, в деревне, нам не надо, мы пойдем в город жить, и вы так, типа, я строила, строила для кого-то, чтобы что-то, допустим, передать, оставить после себя, а теперь это не нужно, не востребовано, и вы, здесь как человек, который утратил смысл того, что он делал, это одна категория может быть, да, когда вот, на примере с детьми, другая категория людей, может быть, утратили смысл, здесь знаете в чем, что, как будто вот вам открылась какая-то истина, да, какой-то инсайт вы получили, и вы поняли, что не то, чтобы всю жизнь я не туда шел, а, могу понять, то ли вы здесь себе говорите, все это зря как-то, либо у кого-то, может быть, опять-таки, если взрослый человек, да, умер, допустим, там, партнер, муж, жена, не знаю, и вот вы как будто бы сами себе говорите, а теперь как, вот для чего, вот как, как жить по-другому, вот здесь не то, что человек отказывается от жизни, а здесь человек, у него что-то произошло такое в жизни, что он не понимает, как ему дальше жить, и здесь вопрос не в том, что меняется мировоззрение, либо еще что-то, а вот что-то внутри человека умерло здесь, вот то, то, чем он горел, что ли, здесь, вот, кстати, горел, да, мне сразу картину такую показывает, что, допустим, там, не знаю, всю жизнь, допустим, человек взял деньги в ипотеку, да, построил дом, достроил, а, допустим, дом сгорел, и он остался и без дома, и уже в преклонном возрасте, и с долгом, и вот здесь какая-то такая безвыходная ситуация, безвыходная, не бывает безвыходных, но на данном этапе она просто сложная очень, такая ситуация, что, а как же быть теперь, поэтому здесь мне не показывают перемены, они, безусловно, есть, я их и не исключаю, но вот здесь вот в поле, и вот эта вот энергия, она сейчас очень важна, то есть человек как-то, он находится в пассивности, у него даже мыслей в голове нет, почему, потому что, вот такое чувство, что все рухнуло, я не могу понять, то ли это во внешнем мире, да, что-то разрушилось, то ли это внутри человека что-то сломалось, и вот такое чувство, что, знаете, вот как будто бы его всю жизнь ломали, 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 и не получалось, а тут нашли какое-то уязвимое место, и человек сдался, здесь какая-то такая сейчас энергия идет, что еще изменилось, ну вот, аркан суда, а как будто здесь, вот как раз таки смена эпох, смена времени, то есть как-то вот время старое, оно разрушилось, и идет новое, и вам здесь как будто бы, не знаю, предлагается, либо ты залазишь, не знаю, забегаешь, залетаешь в последний вагон, и мы движемся в новое, либо ты остаешься вот в этом прошлом, а у вас как будто нету энергии, у вас нету сил, чтобы забежать, и вот аркан суда говорит о том, что вам дается право, шанс какой-то, возможность среагировать, да, вот на эту ситуацию перемен, здесь какая-то переменчивая ситуация, и вам говорят, не упусти этот шанс, отреагируй, ну то есть возьми ответственность решения, сделай что-то, а вы говорите, у меня нет сил, ну то есть вы не берете, и вам говорят, ну окей, то есть допустим, это может быть, не знаю, проработали 25 лет там директором, либо на каком-то месте, на каком-то предприятии, и потом сменилось, например, начальство, и вас уволили, и вы говорите, а что я теперь делать буду, до пенсии, допустим, мне еще рано, а в моем возрасте что-то переучиваться, ну это очень сложно, это не то, что не понимаю, это сложно, то есть и куда я переучиваюсь, здесь вот эти, вы знаете, убеждения идут в контексте того, как обычно люди мысли, да, и как я буду теперь переучиваться, и что делать, у меня ответственность, в общем, очень много таких мыслей, и здесь аркан суда говорит о том, что не взирая на эти трудности, не взирая на эти сложности, да, возьми этот шанс, и сделай его сильной стороной, то есть вот здесь у меня чувство, что вас сломали, но для чего, для того, чтобы вы увидели, что то, на чем вы раньше трудились, ну, это как будто бы не ваше было, не знаю, вот как-то что-то такое мне показывает, ну, то есть, ну, вам это не нужно было, это должно было, рано или поздно, это должно было закончиться, это сейчас закончилось, и сейчас не надо огорчаться, сейчас надо ухватиться за этот шанс, вот в этих переменах, и сделать из него сильную сторону, и мало того, что сделать сильную, а еще и быть лидером в этом, там, я не знаю, допустим, опять же таки, уволились с работы, да, где я, как буду переучиваться, но тут вдруг вам пришла в голову какая-то идея, которую вы в детстве хотели сделать, и вы раскрутили эту тему, и, ну, стали, допустим, предпринимателем, и остались выигрыши, да, то есть вы вот эту вот кризис, кризисную ситуацию обернули себе во благо, но здесь решение, оно зависит от вас, понимаете, здесь нету внешнего какого-то вмешательства, здесь новое перерождение, если это касается профессиональной сферы, здесь вам это вот прям, не то чтобы по самолюбию бьет, а здесь вот, здесь какая-то надломленность идет, какой-то надрыв, что еще изменилось в вашей жизни, жизнь ваша изменилась, понимаете, вам дается шанс, но опять же таки, да, мы оцениваем любой шанс, как и все в этом мире нейтральное, оно окрашивается нашим восприятием, либо в плюс, либо в минус, вы сейчас видите все в минусе, почему, потому что, ну если человек всю жизнь привык есть правой рукой, вдруг случилось несчастье, и у него осталась только левая рука, он будет сетовать на то, что почему я теперь буду с одной рукой, то есть он при этом будет забывать о том, что он жив, да, без руки, но он жив, то есть вот как-то, вы понимаете, здесь я не могу сказать, обесценить вот ту боль, которая здесь есть, да, ее нельзя обесценить, она есть, она существует, но, сейчас секундочку, собака, ты надоела, туда-сюда ходит, но вот как будто бы ситуация и шанс, который вам здесь дается, у меня такое ощущение, что вот он как-то прописан, что ли, в вашей программе, и мне здесь пример, почему я сказала про руку, я увидела пример Костомарова, да, то есть вот человек без рук, без ног, как говорится, да, имея былые победы, не сломался, а все равно продолжил жить, и я где-то даже видела ролик, да, что он снова встал на лед, ясное дело, что уже не как спортсмен, но в любом случае, да, то есть он не сдался, для чего вам этот здесь, момент этот шанс дается, я здесь вам сказать не могу, но давайте посмотрим, для чего вот вам дается это, для того, чтобы вы более легче относились к жизни, да, слишком вот у вас как-то много стало педаклей, много материи, где-то вы, произошел какой-то перекос, пошли как будто бы не туда, здесь говорится о том, что нужно, нужно облегчить, да, больше внимания уделять, возможно, своему духовному развитию, либо вот эту материю, здесь не говорится о том, что нужно отвернуться от материи, а здесь наоборот говорится о том, что нужно одухотворить материю, да, то есть увидеть вот в этом материальном мире духовный какой-то смысл, что это все едино. Для того, что... Плюс еще, знаете, здесь как будто бы вам показывают, что возможно много работали, долго работали, как-то заботились, финансы, материя, 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 обрати внимание на чувства. Возможно, в этой ситуации дается вам шанс раскрыть свои какие-то таланты новые и обратить внимание как-то на любовь, на эмоциональную составляющую. И здесь еще для кого-то как будто бы дается как возможность, шанс вам кажется, что уже это все упущено, а здесь как будто бы свыше говорится о том, что у тебя как-то... Обрати внимание на личную жизнь, почему? Потому что еще пока есть время для того, чтобы не остаться потом в старости, в одиночестве. Вот как-то так здесь говорится. Еще для чего произошли все эти перемены? Ну, двойка кубка. Вот я не знаю, то ли, может быть, вы в этой ситуации встретите своего человека, может быть, здесь кто-то, кому-то любовь придет, да? А для кого-то здесь действительно вот как-то не знаю, сторону духовности мне идет, да? Что вот как-то найти... Здесь очень... Знаете, как вот такое чувство, что человек всю жизнь был атеистом, и потом он как-то вот... Что-то случилось, и он поверил. И после этого он как-то посвятил себя, опять же таки, не то, чтобы там уходить в монастырь, либо становиться монахом, либо монашкой и так далее. Нет. А вот как-то его мировоззрение, оно изменилось, оно стало более светлым. Потому что здесь такое чувство, что вот для вас материя, она была ценной. то есть здесь как будто человек создавал какую-то подушку безопасности, либо финансовую какую-то подушку, но не сработало что-то здесь, да? И здесь человеку показывают, что забрали, да? Для того, чтобы показать, что есть другая ценность. И сейчас пришло время ее изучать. Это ценность любви, и вот здесь какой-то духовности, здесь понимание себя, своего высшего Я, какого-то своего признания, призназначения. Здесь, может быть, у человека откроется что-то, какой-то дар, какая-то способность для служения. Вот бывает такой, знаете, Рубикон, когда жизнь делится на до и после. Вот сейчас у вас такой этап. И то, что откроется, это опять же таки не всегда говорится о том, что то, что откроется, это будет хорошим, либо это будет плохим. Это будет что-то такое другое, но это какая-то такая точка отчета. Сейчас вы это не видите. Вы не видите в этом никаких плюсов. Но благодаря этому вы станете вот именно другим человеком. То есть не сейчас вы изменились, если так можно сказать. Ну, изменились вот в контексте именно того, что вы сломались. Вот. То есть здесь какая-то внешняя ситуация, внешняя сила вас сломала. Но так должно было быть. Потому что то, что, то, кем вы станете, либо то, что вы будете делать далее, вот оно имеет большее значение, да, вот как будто вот ваша вторая часть жизни, она более существенная для вашей души. И вот все, что вы делали, это как будто бы было подготовкой. Но оно как-то вот обнуляется. Даже ваши успехи, заслуги, вот то, за что вы гордитесь, вот это полностью обнуляется. И вам как будто бы говорят, а сейчас, вот сейчас ты будешь жить. Не тогда, а сейчас. Сейчас начинается твоя жизнь. Но это не в контексте того, что это вот прям будет позитивное и розовое, и все так светло. Нет. Даже, даже не могу сказать, что это будет трудности, но вот какая-то вот суть здесь, здесь какая-то глубина присутствует. Что остается неизменным? Что остается? Да вот, вот, вот он ваш дьявол, ваша материя, она и остается неизменным. Никуда не ушла вот эта вот энергия. Неизменным остается тревога, страхи, беспокойство, чувство ответственности. Да, почему? Потому что вот эта вот ваша сила, вам кажется, что вас сломали, и вы стали бессильными. Но на самом деле это никуда не ушло. Сейчас просто какая-то вот паника у вас. Сейчас какой-то сложный, очень сложный, действительно сложный этап. но это никуда, ваша сила, она никуда не ушла. Да, вот она, вот он император. Вы как были императором, да, человеком структурным, конкретным, понятным, ответственным, может быть, даже чем-то жестким, вы так и остаетесь. Это никуда не ушло. Но то, что вот ушло какая-то ваша зацикленность, вот какая-то ваша привычка, именно зацикленность на материи, вот она ушла, она сломалась, да, то есть ваше восприятие именно в контексте развития духовного и материального, вот здесь какой-то надлом бы. Что еще остается неизменным? Ну, пока остается вот эта вот боль, которую вы проживаете. по поводу того, как дальше, как дальше жить в этом мире, как дальше взаимодействовать с этим миром. Да, здесь неуверенность, здесь надо определиться, но я пока не могу, я не могу принять решение, вот, не могу принять решение. Я не знаю пока, куда мне двигаться и какие цели ставить, и вы знаете, на самом деле, еще как будто бы не время. То есть, если вам нужно время на, как говорится, погоревать, да, то вот сейчас этот период, он, он и идет, вот этот этап. То есть, даже сейчас, если как-то вот у вас вытаскивать, вам помогать, показывать какие-то шансы, новые возможности, вы не то, что не возьмете из них, вы даже хуже себе сделаете. То есть, вам нужно выработать какой-то иммунитет, то есть, вот здесь надо как-то дострадать это, да, нельзя перескакивать этапы развития. Вот сейчас этап погоревать. Вы такое, знаете, здесь ощущение, когда бывает истерика у людей, и вот эти вот большие самые такие эмоции, яркие слезы, крики, вот это вот ушло, вроде бы человек как-то подуспокоился, да, после первого шока, но как у ребенка остается, вот эти вот схлипывания, да, вот он вроде бы успокоился, допустим, папа говорит дочери, да, все, ты успокоилась, она такая, да, а потом так еще-еще всхлипывает. Вот эти вот схлипы, вы находитесь на этапе всхлипывания, да, то есть, здесь еще эмоции есть, они еще не поутихли, здесь нету окончательного состояния спокойствия, прежде чем придет вот какой-то, потом будет, знаете, этап безразличия после этого, когда мне вот мне на всех наплевать, мне на все наплевать, я ничего не хочу, и после этого наступит такой этап, когда постепенно, постепенно будет исцеление, и вот когда наступит момент вот на стыке исцеления и рождения чего-то нового, там вы сможете увидеть шанс, возможно там вам пошлют какого-то человека, когда вам, вот король кубков, когда совсем для исцеления, когда вам совсем уже будет плохо, вам дадут человека для исцеления, он будет с вами какой-то период, да, но он будет дан вам не для того, чтобы вам помочь в этой ситуации, я имею в виду как-то практически, да, там что-то сделать, предложить работу, либо еще что-то, он будет для вас целителем вашей души, вы сможете вот как-то, это как, я не знаю, как исповедь какая-то, если вы придете, как энергия такая, как человек приходит на исповедь, и начинает говорить, и после этого, ну о своих, в кавычках, грехах, и после этого вот идет какой-то, знаете, такой момент облегчения, вот этот человек, он является вот таким этапом вашей жизни, после чего вы придете, вот именно к состоянию мага, вот вот смотрите, какая у вас сила, да, вы уйдете от короля Пентакли, и станете магом, вы станете другим человеком, у меня такое ощущение, что вот как будто вы станете каким-то, я не знаю, как проповедником что ли, у вас сменится работа, ну то есть формат работы, какой-то другой деятельности вы будете здесь заниматься, вы станете, вот эта вот ваша огненность, она уйдет, конечно маг здесь, он владеет всеми стихиями, но мне здесь, вы ощущаетесь человеком более воздушным, то есть здесь как будто бы огонь и земля, они отойдут на второй план, они не исчезнут, эти стихии из вас, но на первый план выйдет воздух, кубковость тоже, она будет присутствовать, но воздух, да, то есть вот какой-то рационализм, выйдет на первый план, вы станете другим человеком, как-то так, вот такой вышел у меня расклад, благодарю вас всех за внимание, жду вас в пятницу на новом раскладе, и на Блиц консультациях, а я с вами прощаюсь, всего самого наилучшего, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok